Ребята, всем большой привет, добро пожаловать на мой канал, меня зовут Юля и уже 4 года почти как я живу в Америке, в штате Иллинойс, мы живем в пригороде недалеко от города Чикаго, в сегодняшнем видео я хочу с вами поделиться о том, как же получить водительские права в Америке, какие нужно собрать документы, в общем, step by step, как говорят американцы, расскажу вам, что и как здесь происходит, все довольно просто, оставайтесь на моем канале, если вам интересна эта тема, обязательно подписывайтесь, ставьте лайк, а мы с вами поехали. Начну с такого вступления, что в зависимости от того, в каком штате вы живете, могут отличаться требования, весь процесс и, допустим, документы, которые нужно будет принести в то или иное DMV вашего штата, поэтому обязательно проверяйте всю информацию еще раз перед тем, как будете сдавать на права в DMV вашего штата, есть в интернете вся информация, ссылочку на DMV, где вы сможете выбрать ваш штат, я оставлю внизу под этим видео, так что обязательно проверяйте, а скажу, что для Иллинойса, вот допустим, я сдавала свои права в городе Чикаго, чтобы сдать на права, с документов вам нужно иметь ID, то есть это может быть либо ваш паспорт, если вы турист, и у вас нет еще никакого ID американского, или это может быть, допустим, право на работу, ваша грин карта, как ID, да, вместо паспорта. Следующее, что вам нужно, это, конечно же, social security number, то есть это такой социальный номерочек, люди, которые находятся в Америке по турвизе, у них нет этого номерка социального страхования, поэтому также подойдет форма как I-94, которую вы можете скачать, распечатать, в этой форме будут все ваши паспортные данные, эта форма показывает, что вы находитесь в Америке легально, и люди, у которых есть туристическая виза, могут податься на водительские права, и третье, самое главное, это вам нужно иметь два документа, подтверждающие ваше место жительства, это называется proof of address, я приносила выписку из банка, и также я плачу за свет, и то есть мой чек об оплате тоже подходит. Если у вас не будет какого-то из этих трех документов, то, к сожалению, вы не сможете сдать на права, так что имейте в виду, что перед походом и сдачей на права водительские, вам нужно иметь эти три главные документа. Конечно же, все начинается с того, что нужно выучить правила дорожного движения вашего штата, и сдавать на водительские права именно в том штате, где вы собираетесь жить, потому что, если вас останавливает полицейский, так было не раз с моими знакомыми, друзьями, у которых были водительские права с другого штата, и вот, допустим, вы что-то нарушили, или вас останавливает полицейский, он обязательно проверит ваши документы и попросит вас, чтобы вы как можно быстрее переделали права, если вы живете, допустим, в штате Иллинойс, у вас не могут быть калифорнийские права на протяжении долгого времени, вы должны обязательно их поменять, и скажу вам, что я не ходила ни в какую школу в пересдаче на права, потому что я когда-то закончила школу вождения в Украине, то есть у меня была база вообще самая основная, как водить, и вообще представление о том, как проходит дорожное движение на дороге, поэтому я просто решила сама учить правила дорожного движения штата Иллинойс, и в этом мне помогло, конечно же, приложение Drive Start, я оставлю его тоже внизу, вы сможете практиковаться на тестах, которые будут уже на самом экзамене, что очень круто, это мне очень помогло, и также, конечно же, зайдя на сайт DMV вашего штата, вы сможете найти и скачать специальную такую книжечку с правилами, и вообще со всей полезной информацией, которую нужно знать для того, чтобы сдать экзамен хорошо из первого раза, и второе, если у вас уже был какой-то опыт вождения в вашей стране, допустим, то вам не обязательно ходить в школу для вождения, все, что вам нужно сделать, это попрактиковаться перед вождением, сдачей этого экзамена, возможно, с друзьями, или с кем-то, у кого есть машина, и кто вам может отложить, буквально, чтобы вы поняли, как это все работает, ну, а если вам нужна школа вождения, то в Америке работает так, что вы можете брать по часам уроки, там, 4 часа, или, возможно, вам нужно 10 часов, и вы с инструктором будете водить, но это дело не из дешевых, я знаю, что там за один час берут и 50 долларов, и 100 долларов, и выше, в зависимости от штата и города, но если вы ни разу, нигде, никогда не имели опыта вождения, то, конечно же, вам эти курсы вождения очень даже нужны, и скажу тоже такую интересную штуку, что когда вы приезжаете сдавать экзамен по вождению в DMV, то они не предоставляют вам машину, машину вы можете взять у своего друга, знакомого, и главное, чтобы машина имела страховку, и тогда вы можете сдать, или если же вы брали курсы, то инструктор может вам предоставить тоже машину, на которой вы приедете и сдадите экзамен по вождению. На экзамене списать нельзя, и даже не нужно пробовать, также большой плюс того, что когда вы будете сдавать экзамен, в Америке есть очень хорошая система того, что вы можете выбрать, на каком языке вы хотите сдавать этот тест, и это очень удобно для людей, которые не очень хорошо знают английский язык, вы спокойненько можете себя на русском языке сдать, я помню, что там допускается, по-моему, 5 ошибок, и если вы допустили 5 ошибок, то на этом тест закончится, а так, там довольно такие вопросы, которые больше работают на логику, на то, как бы вы поступили в той или иной ситуации, и, конечно же, там было много вопросов, которые я как раз находила в этом приложении DriveStart. Это приложение очень удобное, я лично на нем вот перед экзаменом просто, наверное, весь день сидела, клацала, отвечала, и таким образом ты запоминаешь все возможные вообще варианты, вопросики с подвохом, так что мой вам совет, обязательно скачивайте какие-то приложения, которые вам удобны, чтобы тренироваться для сдачи экзамена именно вашего штата. И потом, когда вы успешно сдадите тест, экзамен на компьютере, вас могут сразу допустить на сдачу вождения, и что самое интересное, вообще это проходило так легко и вообще не волнительно, с тобой сидит инструктор, который будет отмечать, в общем, как ты, нарушаешь ли ты какие-то правила движения, поэтому будьте внимательны, что вы все время как бы на чеку правильно держите руль, смотрите по сторонам, уступаете дорогу прохожим, и также я помню, что меня попросили припарковаться, сдать задний ход, и ничего сложного вообще не было, мы проехались буквально, ну, минут 5-10 от силы по району, там были знаки стоп, светофоры, и все, меня никто не просил ни развернуться, ни сделать какие-то трюки, и вообще на машинах сейчас автомат, это все очень-очень удобно, и также круто, что можно приехать на своей машине, или на машине вашего друга, знакомого, на которой вы уже хотя бы, знаете, чувствуете себя более-менее комфортно, поэтому это большой плюс, и я уверена, что буквально все с первого раза сдают, потому что никто никого не хочет завалить, главное это иметь базовые знания, позубрить хорошенько тесты, все выучить, подучить, пройти онлайн-тесты все возможные, думаю, без проблем вам получится сдать на права с первого раза. Также, если вы, допустим, запланировали себе у вас какой-то выходной, вы хотите поехать и сдать на права, имейте в виду, что в Америке все работает так, что если вы приезжаете в DMV, скорее всего, там будет огромезная очередь, сейчас в период карантина, он до сих пор продолжается, очередь еще длиннее, потому что не могут впустить очень много людей внутрь, то есть это все длится, так что подбирайте так, чтобы была хорошая погода, и в общем набирайтесь терпения, потому что вот я буквально неделю назад переделывала свои права, точнее обновляла их, и в общем я приехала в 9 утра, и вышла где-то в 4 вечера, потому что была большая линия, и конечно это все очень долго длилось, поэтому имейте в виду, также я при переделывании прав заплатила 31 доллар, просто это все различные фи, и в общем за 31 доллар у меня готовые права, как только вы сдали теоретический тест и вождение, все у вас идеально, вам дадут специальную бумажечку, которая позволяет вам водить машину, но это такие права, как бы бумажные, которые даются на время, пока вам сделают и пришлют на ваш адрес, который вы указали, пластиковые права. Ребята, спасибо большое, что смотрели это видео, надеюсь, вам было интересно, информативно, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, колокольчик, это помогает в продвижении моего канала, я благодарна за то, что вы подписываетесь, канал растет маленькими-маленькими шажками, но все-таки большое вам спасибо, если у вас есть какие-то вопросы, обязательно задавайте их в инстаграме или внизу в комментариях, а мы с вами встретимся в следующем ролике, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok